Очень много, к сожалению, в России много узников совести, много очень левых активистов сидит, сидят и по 6 мая, и по другим сфабрикованным делам. Я очень надеюсь, что когда-то в нашей стране не будет такого понятия, как политзаключение, но вообще в принципе. Полночь. В небе только мертвые птицы. Уже не кричат тишина, сердце. Эти чертовы 300 грамм мышцы пока еще бьются, но не дожить до утра. Забыться бы, не видеть разложения и деградации масс. В голове нашей тысячи взрывов мысли, а от вас не дождешься даже лживого сочувствия, гримас. Помните, как в 17-м аристократы на пеньке повисли, когда одичавший народ из офицерских спин ремни вырезал, когда кровью из святых и ублюдков питалась земля. Вас ничего не подталкивает к мысли, что все повторяется в жизни страны, что доведена до нуля. Вы нас испытываете на брачность? Ах, забыла у вас же дела. Вам плевать на утонувших, задохнувшихся, убитых на войне по вашей вине, сгоревших за стенках дотла. Вам не снятся? Кошмары в шикарных спальнях. Дома на набережной, лунной поляны, бочарова ручья. Вы не боитесь перспективок дальних оказаться в подвале дома Ипатьева, как в ночь на 17 июля царская семья. У них хотя бы монархия, бога, избранность, одним словом муть. А у вас подтасовки бюллетеней, рокировки, репрессии, какой-то странный для демократии путь. На вашем месте я прочла бы учебник истории Платона, Роберт, Далли и Локко, всего несколько книг. И помните, что если вы застряли на уровне инфузории, то не стоит тянуть вниз тех, кто от чего-то достиг. Спасибо большое.